Да соперник-то в принципе ничем не удивил нас. Другой вопрос. Мы как бы, ну практически вот эту третью игру играем по одному и тому же сценарию. Мы очень плохо проводим первые таймы. Даем сопернику преимущество в забитых мячах. И потом во втором тайме приходится прикладывать героические усилия, чтобы выровнять ситуацию. Вот поэтому если как бы подводить итоги этого матча, понятно, что в первом тайме мы будем так говорить, мы неубедительно выглядели как в оборонительных действиях, так и в атакующих действиях. Просто опять же вот этот пропущенный мяч, который мы будем так говорить пропустили, ну сложно даже его комментировать. В общем-то когда даем сопернику спокойно принять аут, никто будем так говорить и не пытается даже атаковать игрока, владеющего мячом. Потом даем с погодом сделать проникающую передачу в штрафную, где мы уже опаздываем и не играем, будем так говорить, плотно с игроком атакующей команды. Вот, ну опять же вот этот пропущенный, забитый мяч, будем так говорить, хозяин поля тут однозначно вам придает, конечно, уверенность. И в общем-то и как бы тактический рисунок, наверное, в принципе меняется, а вот нам приходится опять же прикладывать определенные усилия, чтобы выровнять ситуацию, чтобы сравнять счет. Этим воспользуются соперник, который в общем-то пользуется вот этими зонами свободными, которые мы предоставляем. В общем-то, ну, наверное, нам где-то в какой-то степени повезло в конце первого тайма, что бы не пропустили второй мяч. Вот, что касается второго тайма, то я думаю однозначно, в общем-то, он, ну и, наверное, все же мы должны его записать в актив нашей команды. Учитывая, что, ну, у нас команда практически, вон так говорит, создается заново, вот, поэтому пока нет такой, вон так говорит, сыгранности, нет таких командных взаимодействий, которые хотелось бы видеть. Вот, ну, даже при всем при этом, в общем-то, я считаю, что мы имели, ну, может быть, еще раз я говорю, не огромное какое-то территориальное преимущество, но, по крайней мере, мы имели подходы, мы имели моменты, где, ну, я думаю, что могли, в общем-то, из того, что мы создали у ворот соперника, выжать хотя бы, будем так говорить, забитый мяч. Сергей Васильевич, три тура, ни одного очка, но есть те, кто смотрел матч, могут сказать, что фать, ну, не ослабее, если, ну, как минимум, не надо, он ослабее. Почему? Чего не хватает для того, чтобы... Ну, согласен с вами, согласен с вами, еще раз я говорю, в первую очередь, я считаю, что мы очень, очень будем так говорить, пока трудно сказать, по какой причине надо будет, если мы слабо проводим первый этап. Дальше, ну, однозначно, пока у нас, еще раз я говорю, новая команда, в общем-то, пока не так складывается, может быть, бунтагей, оборонительные, системные оборонительные действия, мы много позволяем, я говорю, сопернику забивать нам в очень таких простых ситуациях. Вот это, конечно, ну, оно однозначно удручает. Вот, ну, с другой стороны, еще раз, наверное, повторюсь, все-таки, ну, 19 человек, когда уходят из команды, и, в общем-то, за короткий срок надо, будем так говорить, сформировать новую команду, надо как-то, ну, наиграть какие-то связи, надо определить, будем так говорить, людей, которые могут качественно играть на тех или иных позициях. Вот это, наверное, как бы, на данном этапе, наверное, такой, основной момент для нашей команды. Серьезно, каким вам видится пополнение команды, то, из которого ее нужно создать? Это, конечно, тоже перед самым началом сезона, даже еще, наверное, тоже, чем пополнение появилось. Ну, сложно, как бы, нам сейчас вот о пополнении, в общем-то, говорить, ну, те же финансовые условия, которые у нас есть, в общем-то, ну, может быть, не позволяет нам каких-то топовых игроков приглашать. В общем-то, я думаю, даже те футболисты, которые у нас собраны сейчас, они, в общем-то, ну, может быть, невысокие задачи решать, но мы, по крайней мере, будем так говорить, способны дать бой любой команде. И я думаю, что, в общем-то, мы все равно изыщем какие-то свои внутренние резервы. И я думаю, однозначно, мы, ну, в ближайших турах, я думаю, будем, в общем-то, улучшать, наверное, как, ну, как и игровые связи, так, я думаю, постараемся и улучшить наше турнирное положение. Сергей Васильевич, средства у нас в информации пишут о том, что у вас в тренингском штабе, ну, не совсем обычная ситуация. Можете ли вам рассказать, кто какие фокусы выполняет, кто за что отвечает, кто действительно и ладно, или у вас как это устраивает? Ну, давайте, будем так говорить, этот вопрос опустим. Не столь важно. В общем-то, мы, будем так говорить, среди своего коллектива, как бы, мы находим, будем так говорить, общее решение, вот, и у нас, будем так говорить, никаких, будем так говорить, разногласий, вот, не существует. А кто какую должность занимает, это, может быть, будем так говорить, не столь важно. Нам сейчас самое главное, чтобы создать боеспособный коллектив, который, еще раз я говорю, может быть, там не глобальные какие-то задачи решал, но, по крайней мере, еще раз я говорю, чтобы создать нам боеспособный коллектив. Скажем так, что у вас союз единомышленников? Ну, можно будет так и так выразиться. Коллеги, у вас вопрос есть? Только успеха вам пожелать соседям. Спасибо большое, спасибо и вам, будем так говорить, мы хотим, чтобы еще раз я говорю. Ну, я думаю, что, наверное, учитывая, что в прошлом году ваша команда играла в финале Кубка России, поэтому я думаю, что, ну, вот тот статус вашей команды однозначно, он, как бы, ну, повышает, наверное, интерес и к футболу, и вообще, как бы, я говорю, с уважением, наверное, относиться к вашей команде. Сергей Васильевич, интернет-портал, так и ворону. Сегодня Игорь Лебеденко очень часто играл в центре обороны. Это была определенная задумка, чтобы заладать в центре или по игре? Я понял ваш вопрос. Ну, наверное, нельзя так выразиться, сказать, что он играл в центре обороны. Он играл, нет, он, то, что он опускался, будем так говорить, в середину поля, и, в общем-то, для того, чтобы получить мяч, чтобы, наверное, разогнать атаку. У нас однозначно сейчас существуют, как бы, ну, проблемы, будем так говорить, с игроком такого амплуа, а учитывая опыт Игоря, учитывая, как бы, его уровень мастерства, все-таки он, еще раз я говорю, он способен, ну, будем так говорить, сыграть, ну, практически, наверное, я имею в виду, на любой позиции, там, в центре поля и в линии нападения. Поэтому, как бы, сама игра, наверное, сегодня, особенно в первом тайме, это было заметно, когда он, конечно, ему приходилось, в общем-то, опускаться в середину поля, где-то в поисках мяча, чтобы, еще раз я говорю, получить мяч и постараться, в общем-то, разогнать атаку в нужном направлении. Знаете, ну, во-первых, в очереди, за счет желания, самоотдачи, долго готовились, там, разбирали игру соперника, пытались быстрее взаимодействовать, быстрее менять направление атакующих действий, чуть-чуть видоизменили функции игроков на футбольном поле, и первый тайм показал, что были какие-то моменты готовы к тому, что предложил, и создали достаточно неплохие моменты. Рад, что забили, но деметрально противоположные, вот, на мой взгляд, второй тайм, опять, еще раз, много вопросов задал, будем разбираться, в чем тут дело, совместно ищу виноватых, и все в одной упряжке делаем одно дело. Рад, что вот по второму тайму все-таки проявили характер, самоотдачу, к сожалению, не получилось, взаимодействие в атаке, в чем причина, будем разбираться. Команда, в принципе, сохранила состав. Соперник наш, 19 человек, ушел, но вот второй тайм показал, что такое ощущение, что наша команда только первый раз собралась. Ну, это какой-то был кошмар, честное слово, товарищи, которые вот, да, были, обменивались мы, но это что-то ужасное. Ни одного удара по вороту, ни одного пасху момента, что не пасху, но не соперник был. Мы проговаривали определенные вещи. Может быть, ответственность игроков как-то? Вы знаете, ну... Требования может создать на Беляево? Все может быть. Все, я себя вины не снимаю, все вкупе, работаем над одним делом и проговаривали какие-то вещи в перерыве. И еще раз, может быть, повторюсь, то, что хотели, играя в первом тайме, и вот такую игру показывать все-таки на протяжении всего матча. Я понимаю, все это тяжело, а в чем дело, ну, надеюсь, в ближайшее время разберемся. И насчет мотива, насчет самодачи нет, нет никаких претензий к игрокам. Скажу только, вот, задавали такой вопрос, в чем изменения. И по сравнению с прошлогодним составом, с прошлогодней игрой, скажу все-таки, ну, всегда, сохраняя состав второй год, ну, практически всегда дается немножечко сложнее. Соперник все-таки задали большую высоту, там, в кубке, достаточно неплохо в чемпионате играли, уже по-другому воспринимают и более мотивированно подходят, скажем так. Ну, на мой взгляд, к игре с командой «Авангар». А насчет отсутствия мотивации игроков не сказал, нет. Игорь Александрович, последние официальные матчи противорамического «Фалькова» все остаются за нами. «Фальков» стал для нас удобным соперником или просто мы, ну, очевидно, сильнее в этих матчах? Я бы так не сказал. Удобный соперник всегда с этой командой тяжело играть, тяжело добиваться. У нас личные, много личных противостояний. Когда-то в какой-то период, там, более удачный был соперник, сейчас период более удачный были мы. Мы выяснили, все видели, и осозлал, поскольку это сейчас отметили, и мы к минимуму снили удары поворотом и какую-то агрессию в атаке. Так что будем, ну, очень рад, еще раз повторюсь, что, на мой взгляд, все-таки приобрели мы сегодня, и через такие игры, надеюсь, ребята меня услышат, поймут, что надо двигаться, двигаться вперед и прибавлять во всех компонентах. Игорь, мы были при штабе, прежнего тренера, вот рассматривали вопрос, почему вторая ментальная команда садится? Это уже традиция полтора года длится, физики не хватает, или что? Все может быть, все может быть, сейчас проведем анализ, поговорим, в тренерский штаб соберется, проанализируем, потому что, ну, действительно, из игры в игру пока те же самые грабли. Может быть, дело функциональности, может быть, дело, ну, я не беру вопрос психологии, у нас достаточно хорошие футболисты, это мое мнение, и тяжело меня будет в этом переубедить, они умеют играть, они обучены, они могут контролировать мяч, создавать моменты, а вот в других вопросах, давайте не спеша, не будем шашкой рубить, там, и вот эту вот по горячим следам причину находить, а спокойно разберемся, и надеюсь, следующие игры будут более интенсивны и во втором тайме. Да, по традиции сломали, на своем поле, а тут уже играет всем, а второй тайм пока остаться, вот это уже, который первым успехом. Спасибо большое, спасибо вам, спасибо за поддержку.